вихрей. Юпитер в два раза тяжелее, чем все другие планеты вместе взятые. Он состоит главным образом из водорода, который в более глубоких слоях изменяет свое состояние от газа к жидкости. Облака на Юпитере состоят из аммиака и, предположительно, из гидросульфита аммония. Окраска этих облаков постоянно меняется. Существует предположение, что более красочные водородные соединения поднимаются из теплых слоев атмосферы, окрашивая верхний холодный слой. Большое красное пятно – это величайший ураган в Солнечной системе. Газ в этом урагане вращается против часовой стрелки с периодом оборота около шести земных суток. А сам вихрь поднимается несколько выше общего слоя облаков. Красный цвет придают пятну химические соединения, включающие фосфор. Ультрафиолитовое излучение Солнца химически изменяет цвет, придавая ему красноту. Скорость ветра составляет 360 км в час. Вояджеры зафиксировали несколько колец опоясывающих Юпитер, которые состоят из пыли. Эта компьютерная анимация была сделана на основе снимков с поверхности Ганимеда, который совершает виток вокруг Юпитера за семь дней. Четыре крупнейших спутника Юпитера, известные как Галилеевы спутники, были обнаружены Галилеями еще в 1610 году. Результаты исследования этих спутников удивили многих ученых. Каллиста, второй по величине спутник Юпитера, его диаметр составляет 4820 км. Он является третьим по величине спутником во всей Солнечной системе. Он состоит из камня и льда и имеет самую большую плотность ударных кратеров по всей Солнечной системе. Поверхность Европы покрыта льдом, однако приливные силы Юпитера подвергают Европу сильному сжатию, что приводит к разогреву глубинных слоев спутника. Но больше всего ученых поразил спутник Ио. Расположенный ближе всех к Юпитеру, он подвергается наибольшему гравитационному сжатию, что приводит к активным вулканическим процессам. Спутник Амальтея имеет неправильную форму. В конце 1980 года Вояджеры достигли Сатурна. Это вторая по величине планета в Солнечной системе. Диаметр Сатурна чуть меньше диаметра Юпитера. Однако по массе Сатурн уступает своему гигантскому соседу более чем в три раза. Как и Юпитер, Сатурн имеет атмосферные полосы и кольца, каждый из которых вращается со своей скоростью, при этом скорость ветра на планете достигает 1800 километров в час. Характерной особенностью этой планеты является ее система колец. Вояджеры обнаружили новые структурные элементы, названные спицами. Это радиальное образование темного цвета, двигающиеся с угловой скоростью магнитосферы. После Сатурна пути Вояджеров разошлись. Вояджер-1 взял курс на сближение с Титаном, а Вояджер-2 отправился к внешним планетам-гигантам. Оба зонда прекрасно справились со своими задачами, и их миссия по праву считается научным триумфом. Так как полет зондов был рассчитан на большие расстояния от Солнца, они были оснащены радиоизотопными термоэлектрическими генераторами с плутонием-238 в качестве источника энергии. Эти генераторы будут вырабатывать энергию вплоть до 2020 года. На снимках, полученных Вояджером-1, удалось увидеть три узких кольца внутри кольца F, которые имеют очень сложную структуру. Вояджер-2, перемещаясь по более дальней орбите, достиг Сатурна девятью месяцами позже, чем Вояджер-1. Его задача заключалась в более детальном исследовании колец. Средняя толщина колец составляет около 20 метров, и состоят они большей частью из кристаллов льда. Вояджер-2 прошел сквозь кольца Сатурна, регистрируя с помощью полириметра свет звезды Дельта-Скорпиона. При этом между кольцами были обнаружены темные промежутки. Прибор космического аппарата, известный как инфракрасный интерферометр, был сфокусирован на спутнике Тетис. Он измерял температурные колебания на поверхности спутника. После встречи с Сатурном, траектория полета Вояджера-2 была изменена, и он отправился к Урану. Когда зонд по отношению к нашей планете проходил позади планеты-гиганта, связь с Землей ненадолго прервалась. Войдя в тень Сатурна и оказавшись ниже линии экватора, зонд обнаружил узкое кольцо G. Подобно другим планетам-гигантам, Сатурн вращается вокруг своей оси с большой скоростью. Он совершает один оборот за 10 часов. Этим объясняется сплюснутая форма планеты. Субтитры создавал DimaTorzok